Добрый день еще раз, глубоковажаемые председатели, уважаемые коллеги. Но когда мы говорим о нежелательных явлениях, безусловно, у нас с каждым новым большим собранием появляется новая информация, потому что количество применяемой иммунотерапии растет, в геометрической прогрессии растет, у нас появляются новые условия применения. И, безусловно, это дает нам новое знание о том, какова эта проблема. И в своем докладе я хотел бы остановиться на трех ключевых моментах. Это частота возникновения, способы лечения иммунопосредственных нежелательных явлений и прогнозирование иммунопосредственных нежелательных явлений. Что касается частота возникновения, то здесь есть такая некая общая проблема при изучении таких нежелательных явлений. Мы знаем, что их очень много, причем их очень много не по частоте развития, а по разнообразию. Это большое количество различных симптомов и синдромов, и они могут сообщаться по-разному в разных исследованиях. И более того, даже в рамках одного и того же исследования, в принципе, на разных строчках таблиц, отражающих частоту развития того или иного нежелательного явления, мы можем увидеть синонимы. У нас есть определенные особенности репортирования, и были проведены даже целые исследования, как кто сообщает о таких нежелательных явлениях, например, как колит. Потому что кто-то сообщает о том, что у пациента развился колит, кто-то регистрирует диарею слабость, кто-то регистрирует боли в животе. Это все регистрируется как отдельное нежелательное явление, хотя мы понимаем, что под ними, под всеми идет один патологический процесс. Но и кроме того, самые тяжелые и самые опасные нежелательные явления, они относительно редки. Все-таки это редкое событие, и для того, чтобы изучать, как мы сейчас привыкли, в доказательной манере эффективности или безопасности того или иного лечения, нам надо соглашать огромное число пациентов с таким нежелательным явлением. Это довольно-таки сложная задача, и пока еще она довольно-таки плохо решается. Тем не менее, что мы можем знать и сказать? В первую очередь, мы можем сказать, что наше представление о рисках нежелательных явлений претерпели существенные изменения. Да, мы на сегодняшний день знаем, что иммуно-опосредственные нежелательные явления имеют некоторую тенденцию случаться чаще в начале лечения, но тем не менее, имеется значительный хвост и усиление риска развития нежелательных явлений при продолжении терапии, в том числе при продолжении лечения более двух лет. Да, несмотря на последние сообщения, что большая часть этих нежелательных явлений были легкие, но тем не менее, 43% пациентов, которые продолжают лечение больше двух лет с помощью иммунотерапии, имеют риски таких нежелательных явлений. Посмотрите, эти риски неоднозначны. Некоторые нежелательные явления и риск практически сводятся к нулю после определенного момента лечения, что с использованием комбинированной иммунотерапии, что с использованием иммунотерапии антицетеля-4 и антипеди-1. Если мы берем эндокринапатии, то эти риски возникают и не снижаются в дальнейшем снижении с течением времени. Но, что важно отметить, что и другие нежелательные явления тоже имеют определенные риски. Вот пример исследований КМИД-25, я уже на прошлой сессии его показывал. Мы видим, что риск возникновения разных совершенно нежелательных явлений, в том числе легочной токсичности, он относительно стабилен во времени, начиная с 6 месяцев лечения и кончая 5 годами лечения. Что касается поздних нежелательных явлений, да, по частоте самое частое это кожное нежелательное явление, токринное нежелательное явление, но явления со стороны ЖКТ тоже довольно-таки чисты. Из тяжелых нежелательных явлений мы видим, как ни странно, нарушения различной иммунной системы, которые составляют 1%, но тем не менее являются клинически значимыми. Какие еще есть особенности, которые мы узнали в течение времени? У нас есть основания полагать, что риски развития иммунно-босредственных нежелательных явлений могут зависеть и от заболевания, и от препарата. Здесь приведено сравнительное исследование по риску развития тяжелых нежелательных явлений, которое обозначено здесь в нижней части каждой из таблиц на голубом цвете, и третьей-четвертой степени нежелательных явлений, которые обозначены серым цветом. Как читать эту таблицу? Риск – это риск возникновения нежелательного явления у препарата в столбце по сравнению с препаратом в строке. Таким образом, у нас самые низкие риски нежелательных явлений, например, мы видим на фоне терапии неволюмабом по сравнению с пембролизумабом. Но статистически значимые изменения отмечены жирным цветом, незначимые изменения, соответственно, обычным шрифтом. Посмотрите, два разных заболевания – немелкоклеичный рак, легкую и меланому кожу. Если мы посмотрим на меланому, то мы видим, что, в принципе, существенных различий в рисках нежелательных явлений, между, скажем, различными вариантами иммунотерапии и так называемой обычной терапии нет. Единственное, что более токсичной оказывается комбинация иммуно-онкологических препаратов в сравнении с химиотерапией. И гораздо менее токсичной оказывается иммунотерапия неволюмабом по сравнению с комбинированной иммунотерапией и по сравнению с комбинациями иммуно-онкологических препаратов с химиотерапией. Для рака легкого совершенно другая ситуация. Оказывается, что неволюмаб менее токсичен, чем химиотерапия. И, что интересно, что неволюмаб в относительном измерении менее токсичен, чем пембролизумаб, менее токсичен, чем комбинированная иммунотерапия. Это говорит нам о том, что нам еще надо более внимательно относиться к тому, кого мы лечим в плане нежелательных явлений, что есть какое-то взаимодействие между опухолью и развитием такой патологии. Об этом было известно, в принципе, и ранее, но вот такой анализ мне встретился впервые, расширенный, на основании технологии уже метаанализа. Частота нежелательных явлений. В целом риск клинически значимых нежелательных явлений, по данным расширенных исследований, составляет 41%. Это частота нежелательных явлений на фоне монотерапии. Обратите внимание, это было большое исследование, которое собрало результаты рутинной клинической практики по применению анти-ПД-1 препаратов в Великобритании. Вы видите, достаточно высокая частота нежелательных явлений клинически значимых, 34%. Обращаю ваше внимание на то, что в регистрационных исследованиях общая частота нежелательных явлений была в районе 30%. Большинство пациентов в этой ситуации получали глюкокостероиды, а комбинированная монотерапия, которая является основным поставщиком нежелательных явлений, в этой группе составляла всего 13%. Обращаю ваше внимание на то, что 16% пациентов получали лечение на фоне аутоиммунных заболеваний. Мы знаем, что в клинических исследованиях открытые риски лечения, в рутинной клинической практике, безусловно, пациенты получали. И здесь риск составил 40%. Таким образом, мы можем предполагать, что в реальной клинической практике частота нежелательных явлений выше, чем была показана в исследованиях на фоне серьезно отобранных популяций больных. И мы это тоже должны учитывать при применении иммунотерапии в практическом здравоохранении. Исследования показывают, что редкие нежелательные явления в принципе не так редки, как мы считали. Мы все знаем, что исходя из клинических исследований, например, если взять нефротоксичность, то ее частота составляет где-то от 2 до 4%. Больше, конечно, в комбинированной иммунотерапии. Однако при изучении в рутинной практике частота достигала 13%, а по некоторым данным и 25-29%. То есть это довольно-таки частая ситуация. Да, безусловно, в реальной клинической практике с накоплением опыта нежелательные явления 3-4 степени составляют лишь малую часть. Но, тем не менее, все-таки мы видим расхождение в цифрах и в частотах нежелательных явлений. Чем это обусловлено? Наверное, это обусловлено тем, что включается более широко пациента, пациента с сопутствующими патологиями, пациента более ослабленный. И это все приводит к увеличению рисков лечения. Что делать, если у пациента развилось тяжелое нежелательное явление? Все рекомендации говорят о том, что надо отменить терапию, но иногда альтернатив, собственно, такому лечению нет. Возникает несколько возможностей в лечении. Это смена препарата. Мы можем попытаться возобновить лечение, мы можем продолжить терапию. Конечно, очень хочется иметь методы вторичной профилактики. То есть, назначая, скажем, повторную иммунотерапию пациента, перенесшего, скажем, калит третьей степени, мы хотели бы избежать повторения такого тяжелого нежелательного явления. И для этого, как оказалось, есть некоторые предпосылки. Итак, первый сценарий. Если мы поменяем класс препаратов. Предположим, у нас сначала была терапия антицитля-4 ингибитором, и мы после возникновения нежелательных явлений переключились на антипедиа-1 препараты. Такая опция, в принципе, доступна при меланоме. Это все препараты, зарегистрированные и являющиеся одними из опций лечения. Что получается? В целом, риски возникновения нежелательного явления 34%. Не так и много. Третий и пятый тяжелое нежелательное явление 21%. Обратите внимание, что повторные нежелательные явления, так и те же самые, возникали только у 3% больных. И лишь у 12% пришлось отменять терапию. Но, с другой стороны, вероятность объективного ответа составила 40%. То есть это некий отбор позитивных больных в пользу увеличения частоты ответа на фоне не таких уж высоких рисков. Обратная ситуация. Пациенты получали антипедиа-1 терапию, закончили по поводу тяжелых иммуно-опосредственных нежелательных явлений. Перешли на терапию антицитля-4 препаратами. Риск иммуно-опосредственных нежелательных явлений получается 34%. То есть, в принципе, несколько выше. Отмена терапии 14%. Объективный ответ. В принципе, мы знаем, что антицитля-4 менее эффективен, чем антипедиа-1. Но, в принципе, это достойный результат. И говорят о том, что риски не так и высоки. Что будет, если мы повторно назначим те же самые препараты? Здесь ситуация несколько другая. Если у нас до применения текущего лечения применялась комбинированная иммуно-терапия, которая была отменена, а по поводу нежелательных явлений мы возобновим антипедиа-1 терапию, то у половины пациентов возникнет повторное иммуно-опосредственное нежелательное явление. У 18% они будут того же типа, и у 18% они будут тяжелыми. Практически каждому третьему придется лечение отменить из-за нежелательных явлений. Однако, эффективность лечения составит порядка 70% даже на продолжение монотерапии. Если другое исследование, комбинация или антипедиа-1 терапия и возобновление тоже антипедиа-1 терапия, очень похожие цифры возникновения желательных явлений, чаще нежелательные явления третьей-четвертой степени и повторы нежелательных явлений тоже встречались чаще. Если мы антипедиа-1 и антипедиа-1 терапию будем сравнивать, то повторные нежелательные явления возникали только у 30% случаев. Что касается летальных исходов, то при повторном назначении только у одного из 80 пациентов наблюдались нежелательные явления. Если мы берем отдельно калит, то в 6% случаев он возникал повторно, а другие нежелательные явления, у тех же пациентов, у которых были до этого серьезные иммунно-обосредственные нежелательные явления, возникали в третьих случаях. Что касается продолжения лечения, тоже комбинированная антипедиадинотерапия, мы продолжаем со сменой препарата. Риски нежелательных явлений 34 степени опять мы встречаем где-то у половины процентов пациентов, повторные 34%. У большинства приходится отменять терапию, то есть это не лучшая опция. Возобновление терапии после перерыва. Опять-таки мы опять ожидаем высокие риски развития повторных нежелательных явлений. И то же самое нежелательное явление почти у половины пациентов мы будем видеть. У 68 пациентов требуется при этом для лечения повторных нежелательных явлений терапия глюкокротикоидами. Вторая линия иммуносупрессивной терапии, то есть использование селективных ингибиторов из-за неэффективности глюкокротикоидов, требуется 14% продолжения. И, безусловно, применение антициталия 4 терапии – это один из ведущих факторов в развитии повторных нежелательных явлений. Можем ли мы как-то предотвратить появление повторных нежелательных явлений, скажем, если у пациента развился колит 3-4 степени? Доказательства из клинических исследований мы можем получить только из сообщений, которое было недавно доложено на АСКО. Это очень ограниченная выборка пациентов, 14 больных с колитом, у которых 8 больных возобновили терапию с профилактическим введением анти-ТНФ препаратов. То есть пациенты, получавшие, у которых был колит, который был купирован, после полного купирования лечения вернули их с той же терапии, но им вместе с ним сразу, без наличия нежелательного явления, проводили такую терапию. На фоне иммуносупрессивной терапии риск рецидива оказался 12%, у тех, у кого ее не проводили, у половины был рецидив нежелательного явления. Что интересно, что есть другие серии случаев, которые свидетельствуют о том, что применение анти-ТНФ терапии или бодусониды не влияет на эффективность терапии. И было исследование, которое здесь указано, которое показало отсутствие негативного влияния раннего назначения селективной иммуносупрессивной терапии на показатели общей выживаемости у больных, получавших иммуно-онкологические препараты. Таким образом, у нас есть некий пул предположений, более-менее обоснованных, о том, что именно селективные иммуносупрессивные средства могут до какой-то степени помочь нам предотвратить повторное развитие тяжелых нежелательных явлений. И, безусловно, необходимы более широкие исследования, рандомизированные исследования, для того, чтобы подтвердить это утверждение. Однако это не касается применения неселективных иммуносупрессантов, к которым могут быть отнесены глюкокротикоды. Это результаты нашего исследования, которое показало, что если пациенты начинали терапию эпилемомабом на фоне применения глюкокротикоидов по любым причинам, у них риск смерти увеличивался в 4 раза по сравнению с пациентами, которые начинали лечение согласно рекомендациям. То есть без применения глюкокротикоидов. Поэтому про это не надо забывать. И на сегодняшний день профилактическое проведение глюкокротикоидов вообще не оправданно при иммунотерапии. Какие у нас есть факторы риска рецидива диареи или колита у пациентов, которым возобновили иммуноонкологическую терапию после нежелательных явлений такого же плана третьей или четвертой степени? Что хотелось бы здесь ответить? Это результат многофакторного анализа. Анализировать большое количество факторов воза, спол, длительность иммунотерапии, проведение антипедиэль терапии – все это не влияло на риск развития нежелательных явлений. Что снижало риск? У больных третьей стадии заболевания риск повторного назначения был существенно ниже. Если на первом этапе применялась антицитля-4 терапия, потом мы переходили на антипедиа-1 терапию, тогда тоже риск развития повторного нежелательного явления был реже. Если пациенты на первом эпизоде нежелательного явления требовали применения глюкокортикоидов, то есть были тяжелые нежелательные явления, риск возрастал более чем в 3 раза. Если нам требовалась вторая линия иммуносупрессивная терапия, риск возрастал еще в 2,5 раза. Если была диарея третьей-четвертой степени при первом эпизоде, также это, собственно говоря, довольно-таки связанные показатели, риск возрастал в 3 раза. И насколько длительно были симптомы, обращаю ваше внимание, что кажется, что этот риск небольшой, 1%, но это 1% за каждый дополнительный день симптомов. То есть если у нас нежелательное явление длилось 14 дней, то риск возрастает на 14%. Поэтому, в принципе, у нас уже есть на сегодняшний день клинические факторы, которые помогут нам оценить безопасность повторного назначения иммуно-онкологических препаратов. Связь иммунотерапии с лучевой терапией. Мы знаем, что они вдвоем могут увеличить частоту объективных ответов. А что по поводу нежелательных явлений? Данные были противоречивы, но на последнюю маску был представлен огромный анализ, проведенный FDA, который включал в себя 66 исследований и более 30 тысяч пациентов. Практически нигде, за исключением пульмонита, эндокринопатии и гематологической токсичности, не было выявлено различий по частоте нежелательных явлений и не было различий по общему риску развития иммуно-онкологических нежелательных явлений. Таким образом, мы можем говорить, что сочетание лучевой терапии с иммунотерапией довольно-таки безопасно. Относительно прогнозирования нежелательных явлений, изучается на сегодняшний день и роль микробиота. Мы знаем, что были исследования, которые показывали, что состав кишечной микрофлоры влияет на эффективность терапии антипедиадин препаратами. Но данное исследование, которое было представлено на АСКО, показывает, что и на частоту развития иммуно-опосредственных нежелательных явлений тоже может быть влияние. В зависимости от того, какой состав микробиота имеет место быть у данного конкретного больного. Составы разные. Это еще требует осмысления и приведения к какому-то общему знаменателю. Потому что исследования в данной области часто противоречивы. И одни микроорганизмы оказались положительными в одних исследованиях и отрицательными в других исследованиях. Таким образом, безусловно, в этом направлении ведется работа. Можно это изучать, но пока это еще далеко до практического применения. Другой вариант – наличие аутоантител. Как мы видим, здесь авторы провели очень большое исследование, которое анализировало различные аутоантитела. и их связь с наличием вообще иммуно-опосредственных нежелательных явлений, развитием колита и развитием эффекта от лечения. И оказалось, что практически во всех случаях у нас эффект лечения… То есть все стрелочки, которые вверх – это уменьшение вероятности нежелательных явлений, увеличение вероятности эффекта. А вниз – соответственно, обратная ситуация. Лишь при некоторых антителах на фоне снижения риска нежелательного явления мы наблюдали увеличение эффективности лечения. Во всех остальных случаях это обратная зависимость. То есть те антитела, которые предсказывают повышенный риск осложнений, они же предсказывают и повышенный риск эффекта. В заключении хотелось бы сказать, что иммуно-опосредственные нежелательные явления – это более частая и более значимая клиническая ситуация, чем мы предполагаем, исходя из данных клинических исследований. К сожалению, гетерогенность этой группы нежелательных явлений существенно ограничивает их изучение. И нам, безусловно, требуется поиск и путей прогнозирования, и путей профилактики иммуно-опосредственных нежелательных явлений, особенно после ранее перенесенных осложнений иммунотерапии. Спасибо за внимание.